Конечно! Конечно! Точно! Точно! ЧТО! ЧТО! Ай! Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал, где я вас научу, как говорить по-русски без акцента. Как же все-таки нам читать ЧТО? Как ШТШНО или все-таки ЧТОЧНО? Давайте разбираться. Сочетание ЧНО, как правило, произносится ЧНО. Usually ЧНО is pronounced like ЧНО. Например, млечный путь, прочный, точный. You just need to memorize it. Here it is. Конечно, скучно, нарочно, яичница, пустяшный, скворечник. И женские отчества на ИЧНО. Или ЕНИШНО, НИКИТИШНО и другие. These are father's names. Those of them which end in ИЧНО are read like ИШНО. And some words have two options. Да, в некоторых словах возможны варианты. Например, булочная, булочная, прачечная, прачечная. Кстати, в современном русском языке есть тенденция к произнесению ЧНО. Ну, то есть лет через сто все станет гораздо проще, как пишется, так и читается. Но сейчас 21 век, все сложно, поэтому мы продолжаем. Сочетание ЧТО произносится как ЧТО. И только в слове ЧТО и производных от него мы читаем ЧТО. ЧТО, ЧТО-ТО, ЧТО-НИБУДЬ, КОЕ-ЧТО, НИЧТО. Но здесь есть одно исключение. Слово НЕЧТО. Здесь мы читаем ЧТО. НЕЧТО. Good news! ЧТО-ТО is read like ЧТО. And only in the word ЧТО. And the words formed from this word we pronounce ЧТО. And there is only one exception. НЕЧТО. Be careful, by the way. НИЧТО and НЕЧТО are different words. НИЧТО МЕНЯ НЕ ОСТАНОВЛЯТ. Мы УВИДЕЛИ НЕЧТО СТРАННОЕ. Ну что ж, это всё на сегодня. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И, конечно, если вы хотите потренировать ваше произношение, приходите в мои фонетические группы. Все подробности вы найдёте по ссылке в описании к этому видео. If you want not only to listen to the information about Russian phonetics, but also to practice it, welcome to her, welcome to my phonetic groups and use the link in the description to learn more details. See you soon. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok